Всем привет! Вы на канале PUNS настольные игры и сегодня мы играем в кодекс природы. Со мной сегодня Алексей и я, как всегда, Пётр, расскажу правила, сыграем партию и немножко обсудим игру. Это абстрактная игра, где мы вроде как пытаемся набрать победные очки, разгадывая тайны природы. Есть определенные символы, у нас есть стартовая карта, вот таким образом они выглядят, случайным образом их берем, на которых обозначены с одной стороны 4 символа, с другой стороны по центру 2. И игра состоит в том, что мы в свой ход будем выкладывать определенную карту определенным способом, закрывая угол одной из наших карт открытых, например, вот таким вот способом. Если у нас есть какой-то набор ресурсов, например, вот чтобы эту карту разыграть, я должен взять две травинки и бабочку. Если у меня есть травинка и бабочка на открытом моем поле, на моей рабочей области, то я могу что-то прикрыть, именно угол. Вот таким способом прикрываю угол. И дальше уже работает эта карта. И здесь расписаны условия, которые даются победные очки. Здесь дается одно победное очко за перо. За каждое перо, которое будет в этот момент открыто в моей рабочей зоне. И у нас при подготовке у нас случайным образом выдано две карты обычные. Это у нас вот тут поле с обычными картами. И одна карта золотая, которая как раз рассчитана на то, чтобы давать нам победные очки. По условиям на этих картах сейчас расскажу. Это у нас есть дополнительные очки задания на игру. И здесь тоже случайным образом они выкладываются. Здесь нужно два свитка. Тогда это будет за каждую пару этих свитков два победных очка. И здесь нам нужно именно красные карты, такие грибные. Нам их нужно вот в таком формате выложить. И чтобы они одна за другой вот так шли. За каждые такие три карты это два очка. Плюс у каждого из нас есть еще отдельное, случайно выдано по два. И мы один из них выбрали. Вот у меня, например, вот такое еще есть задание на всю игру. Игра заканчивается, когда кто-то набрал 20 очков. И все сделали... Ну, заканчивается круг. И все делают еще один ход. Тогда мы подсчитываем, кто сколько набрал очков. Вот здесь такой подсчет очков идет, фишки. Моя фишка зеленая, у Леши желтая. Ну и здесь больше 29 вроде как не набирается. Хотя на самом деле бывает и набирается. Что еще по правилам? Что у нас есть? Какие есть варианты? Ну, соответственно, один из вариантов это победные очки за определенный символ. Символ. Победные очки за то, сколько ты вот этой именно карты прикроешь углов. Углы можно прикрывать вот только вот таким способом. И если у нас лежит две карты вот так, одна к другой, тогда можно прикрыть вот так. При этом, если угла нету на карте, мы на нее положить ничего не можем сверху на этот уголок. При этом сам уголок этот, им можно прикрыть какую-то часть. Здесь то же самое. Так, что-то у нас еще было по правилам. Сейчас посмотрю, какие еще варианты у нас бывают. Да, вроде бы все. Вроде все, да. То есть у нас получаются углы, наборы из определенных ингредиентов. По цветам сложены варианты разных и вроде у нас все. Есть обычные. Ну и бывает просто карта, на которой ты просто, если ее выложил, получаешь победные очки. То есть в свой ход. Очень все просто. Мы играем карту из руки и берем новую карту. При этом карту мы берем или отсюда выбираем одну, или в закрытую, соответственно, из этих стопок берем. Если вдруг мы каким-то способом не можем по условиям выложить свою карту, нам не хватает ресурсов, чтобы это сделать, то на каждой нашей карте, соответственно, есть две стороны. Одна сторона уникальная, а другая стандартная для всех, в которой четыре пустых угла. Мы переворачиваем и кладем этой стороной. Вроде все. Так, теперь надо вспомнить, наверное, кто у нас первый игрок. Как он выбирается. Так, случайным образом выбирается первый игрок. Ну что, Илёш, давай начнем. Я случайно выбранный игрок. Ты случайно выбранный игрок, да? Окей. Сначала выкладываем, потом берем. Да. Такс. Такс, такс. Ну, я совершу самую примитивную вещь. Возьму такую весьма общую карту, выложу, чтобы у меня три угла были свободными. Я беру, что я хочу взять. Я вот это хочу взять. Я выкладываю следом. Да. Так. Я... Чтобы мне такое сделать. Ну, давай пока вот так. Я здесь закрою. И у меня сразу одну победную очко. Накрыл бабочку грибом. Бабочку грибом, да, накрыл. И надо понять, что взять. Давай я отсюда возьму. Давай, ходи. Вот так вот положу. Так вот положу. Не знаю, вы уже... Насколько виден мой ствол там? Видно-видно? Ну, можно чуть-чуть вперед, да, подвинуть. У нас сегодня экспериментальное место для игры выбрано. Мы как раз тестим возможность Снимать таким способом на... Так. А, да, беру... Не сочу, не сочу, не сочу. Я вот так вот пристрою. И надо подумать, чтобы такое взять. Не сочу, не сочу, не сочу. Ну, вот так вот. Вот эту. Так, я выкладываю... Ну, да, вот сюда выкладываю со свитком. У меня свиток один здесь, один на этой карте. Два очка. Я получу. И надо взять что-нибудь интересное. Давай возьму бабочку. Я делаю похожий трюк, только с баночками. Угу. Три усилия, два волка и одна бабочка, у меня две баночки, два очка. Я сам сказал про правила, и сам их нарушил, между прочим. Так. Я не мог это положить. Подожди, я сейчас буду справляться. Да. Я плохой друг, я не связался. Да, я не посмотрел. Условия такой просто. Откатываю. На расслабоне. Так. Прикольно, конечно. У меня вот эти три было. Кстати, я выложил. Я вот таким способом, чтобы понять, куда только. Куда? Зачем? Зачем и почему? Давай вот так я положу. Ну, ту карту я взял, не все. При любом раскладе я бы ее брал. Так. А, ты же же походил, да? Да, я походил, мой ход. Действительный ход. Теперь мы действительно. Не, но ты же откатываешься. Да, 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 откатываюсь. Ну, я сейчас все равно это верну. Точно? Да, я кладу ее, и можно обратно возвращать. Не. Хотя, блин, сюда ли я ее кладу? Ты закрываешь. Ну, у меня два есть. Вот эта открыта. Раз-два и грин, да, все есть. Ну, она и так, и так есть. На три ты меня вернул. Так. И надо что-то взять теперь. Что-то интересное взять. Ну, в принципе, тут становится более понятно, что брать. Угу-гу-гу-гу. Угу-гу-гу. Угу-гу-гу-гу-гу. Нашиде есть себя. Ширяю наверх. Так. А, бери карту. Угу. видимо кто-то план есть ребят переворачиваешь активно факсом нет пальчик то есть ну давай я вот так сделаю и надо что-нибудь интересное взять так точно можно закрытым на открыт да да конечно сверху нельзя да как то можно но ну давай вот русскую так середач ну беру ты вот по волкам я по бабочкам видимо пауз сразу же хочу взять бабочки хотя на самом деле у меня три бабочки и листок и один листок за при январа сразу смотри вот сюда кладу бабочки есть один листок этот есть я его прикрываю и мне четыре очка подвинить и я забираю бабочек хорошо ну чтобы мне сделать то же самое что же получить четыре очки бери карту бери карту бери карту так так конечно интересно ну ладно я сделаю вот таким вот способом при бабочке для есть 3 очка 10 вот тут да ходим почему бы тоже не плачет я не специально повторяю за тобой но все нормально просто просто у нас все совпало так 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 у нас просто волки эти бабочки шли одновременно притык и заманчиво это сделать заманчиво это сделать заманчиво это сделать ничего нету два вообще никуда ничего никуда ничего никуда но видимо я продолжаю эту историю у меня три бабочки есть и один волк есть у него сейчас не будет я закрываю получаю четыре очка подвинешь 4 очка 9 ой так 14 да тут вот эта логика меня очень нравится ну да движение по треку экономит место да ну вот я в следующий раз встряну так какую же карту использовать ну ладно 4 очка давай так вот сверху нормально нормальный подход а я что-то тут конечно не сильно особо развернусь я наверно положу сюда так две бабочки и грипп у меня есть и мне одно очко за склянку так теперь внимание вопрос что мне из этого взять вдруг повезет да нормально ходи и внимание у нас происходит магия магия обгона ну да понял тебя понял тебя такс да бери бери что опять шикарная для меня карта надо подумать как это положить ну ладно у меня тут все видимо прозаично и просто здесь у меня не будет два угла, сюда я не могу, сейчас прикину куда я могу положить так чтобы это было выгодно, конечно, что-то пошло не так а, берет один, но в принципе, ладно, рискну, одно очко приложишь мне, подвинем, да, на один клин я вот это заберу, да, это прикол какой-то, это прикол какой-то, это прикол какой-то допустим сделаю вот так у меня бабочки волчара есть, за каждую свитку у меня два-два очка забираю, что я забираю так, ну, у меня слишком заманчивая история, я закрываю все-таки вот это дело, видимо, свитки я не соберу для этого задания, подвинешь меня на четыре а ходил первый ты, да? я ходил так, я забираю, у меня будет возможность эту карту положить ну, ты делаешь, делаем еще один ход ага, только мне добавить, что раз, два, три тут а, ничего, да, у меня есть последняя, а вот это, кстати, был тот самый свиток, но тут, наверное, без разницы это три очка, у меня три бабочки ну, можно так закрыть ну, три очка подвинешь мне а, нет, кстати, у меня есть два свитка ну, давай с тебя начинать по целям то есть, у тебя есть у меня два свитка два очка двигай себе на два двадцать ну, этих нету, а твоя какая цель? ну, цель, разумеется, волки три волка три волка, два очка, но мне четыре волка ну, значит, два очка еще у меня из этих целей выполнена одна соответственно, два свита есть то есть, на два здесь у меня перья я все а, ну, у меня одно одно перо, это не выполняется все вот такая вот игра получилась ну, вообще, что могу сказать свое мнение игра симпатичная вроде как медитативная но достаточно сильно зависит от того что выходит на поле это может как-то сыграть это одна из немногих игр где вот это условие интересное с которой, наверное, что доигрываете вы делаете еще по одному ходу видимо, это как раз для меня эта игра схожа с с оградой где ты выкладываешь витраж и там тоже сильно зависит от того какие кубы выпали и, собственно как у тебя ты продолжаешь раскладывать витраж и тут, собственно раскладывать свою полянку зависит от какие углы ты закрыла и чем дальше тем сложнее это удержать взглядом а, я понял тебя да, тут ну, тут не так много на самом деле ну, все это нивелируется скоростью, конечно же игры потому что с правилами у нас сейчас 20 минут с копейками прошло и мы успели в нее сыграть ну, вообще хотелось бы до 30 потому что ну, вот разыграешься и я, скажем так не успел ощутить именно свой раш да то есть понял тебя ну да, кстати я согласен что можно или может они когда-нибудь выпустят что-то похожее да, то есть тут у меня есть карта на 5 волчара я их как бы не успел накопить а хотелось бы конечно успеть понятное дело да, я тут не только из-за очков но и просто потому что для кайфа удовольствия я понял я тут понял что оказывается издательство игры Bombix это те самые ребята которые море соль бумага игру которую мы недавно играли Pixie тоже прикольная я даже раньше не обращал внимания вообще не симпатичная игра я оставлю ссылку в описании чтобы посмотреть видео с распаковкой странно что я раньше не добирался летсплей заснять потому что в игру уже почти год играем время от времени немного места занимает в коробке я не хотел делиться с другим пока все сам не прочувствует эту игру видимо уже надоело я играю и все можно поделиться да, как-то так ладно, спасибо что смотрели всем счастливо пока-пока пока